Добрый вечер с новостями к этому часу. Алия Битова, коротко о главных событиях дня. Подростка нашли мертвым в Жамбулской области. Кто подозревается в совершении преступления? Добрый вечер с новостями. В Жамбулской области нашли труп подростка. Его обнаружили местные жители в селе Сарамолдаево Меркенского района. В смерти мальчика подозревают несовершеннолетнего парня. Его уже задержали. По версии полиции, подросток мог погибнуть в результате драки. Стражи порядка уже завели уголовное дело. Кроме того, в отношении задержанного проводят расследование за незаконное ношение холодного оружия. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. По горячим следам сотрудниками полиции был задержан несовершеннолетний подозреваемый. Сейчас он водворен в ИВС. У него при себе был обнаружен кастет. В Талдыкургане суд вынес приговор мужчине, изрезавшего свою девушку канцелярским ножом. Ему дали 10 лет лишения свободы. Напомню, жуткий инцидент произошел в октябре прошлого года. По данным следствия, мужчина пришел на работу к своей возлюбленной. Между парой возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес ей один удар в лицо, отчего девушка упала на пол. Далее, прижав ее к земле, стал наносить резанные раны в область шеи. Отмечу, изначально это дело расследовали по статье хулиганства. Однако, после обращения потерпевшей, опубликованного в социальной сети, наказание было пересмотрено и изменено на статью покушения на убийство. Его вина полностью доказана показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями и показаниями экспертов и другими материалами уголовного дела. С учетом смягчающих вину обстоятельств, суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. Армейские грузовик и легковое авто столкнулись на трассе Алматы-Ускимен. В результате ДТП погибла пассажирка Мазды, сообщили в полиции. Как выяснилось, водитель Камаза при совершении маневра с правой крайней полосы на развороте допустил столкновение с легковым авто, которое двигалось в попутном направлении. Ведется расследование. В Алматинской области заключенные оформляли кредиты, заказывали товары онлайн и участвовали в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино. По данным областной прокуратуры, общий оборот незаконной деятельности превысил 3 миллиарда тенге. Приговоры Малийского районного суда. Трое сотрудников учреждения номер 10 осуждены к различным мерам наказания. Также сообщается, что начаты досудебные расследования в отношении сотрудников колоний номер 12 и номер 57. Начальника последней уже взяли под стражу. Расследование продолжается, добавили в ведомстве. В одной из мечетей Шымкента мужчину ударили во время молитвы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа людей совершает намаз. В какой-то момент мужчина неожиданно бьет по лицу стоявшего рядом прихожанина, а после пинает его ногами. В Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали, что прибывшая из другого региона в Шымкент группа мужчин неоднократно нарушала молитву, не обращая внимания на замечания имама. Читая намаз по другому течению, они грубо нарушили правила. Постоянный посетитель мечети нанес удары одному из них. В результате имам был вынужден прервать молитву, сообщили в Духовном управлении. 22 начальные школы намерены закрыть в этом году в области ЖТСУ, из-за чего некоторые села останутся без образовательных учреждений. Такая ситуация и в селе Умтул Каратальского района. Жители населенного пункта признаются, что новость о закрытии школы их шокировала. Некоторые категорически не согласны с таким решением. Как теперь учиться детям, выяснила Адель Акжаркенова. На встречу к сельчанам приехал руководитель районного отдела образования. По его словам, местная школа подлежит закрытию из-за несоответствия современным требованиям. Нет спортивного зала и столовой. Поэтому новый учебный год дети начнут в образовательном объекте соседнего села Жанаталап. Но многие родители категорически против этого. Я не могу отправить туда своего ребенка. У меня пятеро детей, двое с инвалидностью. Пусть построят спортзал, столовую, но зачем закрывать нормальную работающую школу? Начальная школа в селе открылась 22 года назад. Сейчас здесь учатся 15 детей. Работают 4 учителя. В 2020 году к образовательному объекту провели горячую и холодную воду. Провели ремонт. На эти цели было выделено 5 миллионов тенге. Сейчас в нашем селе растет молодежь, много молодых семей. Где мы будем учить наших детей, если эту школу закроют? Мы, наоборот, должны развивать село, строить будущее. Думаю, нам придется переехать, если школу закроют. В местном управлении образования заверили, что закрытие школы необходимо для улучшения качества образования. Будут созданы полноценные условия для развозки детей, отметил руководитель ответственного ведомства. Для безопасности детей дадим новый автобус. С детьми постоянно будет дежурный педагог. У нас уже есть опыт с развозкой старшеклассников. Такое решение принято для повышения качества образования. По данным областного управления образования, в этом году в области закроют 22 начальные школы. Объекты образования будут переданы на баланс местных акиматов. Аделя Кжаркинова, Мируер Цабрутай, Мирас Анитов, телеканал Алматы. Около сотни семей в селе Жебекжола Алматинской области живут без освещения и жалуются на бездорожье. По словам жителей, им обещали постелить асфальт еще год назад, однако никаких результатов пока нет. Все усугубилось настолько, что из-за плохих дорог людям долго едет скорая помощь. Тем временем чиновники объясняют постоянные отсрочки юридическими проблемами. Аида Имманали разбиралась в ситуации. Вот так, укачиваясь из стороны в сторону, жители вынуждены преодолевать свой путь ежедневно. Для них такая поездка на извилистой дороге стала уже обыденностью. Каждая выбоина становится испытанием для подвески и колес, сетуют сельчане. Небольшое село Жебекжола в Алматинской области связывает с внешним миром одна разбитая дорога. И то только летом. Другое время года, сетуют люди, они ощущают себя отрезанными от общества. Весной и осенью сельчане, как и машины, застревают в грязи. Преодолеть так называемую дорогу – то еще испытание на прочность, жалуются местные. Грязь от ног до головы у моего ребенка. Он учится в пятом классе. Сейчас мы задыхаемся от пыли, а во время дождей утопаем в слякоти. А зимой у нас везде скользко. Соседка-пенсионерка упала вот недавно зимой и сломала себе руку. По словам жителей, можно не рассчитывать на оперативный вызов скорой. А такси стоит втридорога. Были и случаи ДТП, вспоминают местные. Скорая тоже к нам не может доехать из-за того, что качество дорог такое. Да и путь к нам найти нелегко. Вот зимой был случай, машина из-за скользкой дороги не смогла притормозить и сбила пятиклассника. Но это не единственная проблема сельчан. Помимо дорог у людей нет и освещения. А по темным улицам бродят целые сворые собаки. Зимой тяжело, рано темнеет. Особенно детям, когда они возвращаются со школы домой. Мы должны кормить семью или каждый раз провожать ребенка в школу, боясь, что на него нападут бродячие собаки. Уставшие от обещаний местные жители сегодня собрались возле Акимата, чтобы получить конкретные ответы на насущные вопросы. С мая начнутся работы и должны они закончиться к сентябрю. Мы направили соответствующие документы, а вот по поводу освещения не могу ничего сказать. У нас есть 365 улиц и полностью все их охватить невозможно. Многие уже согласны жить на неосвещенных улицах, лишь бы был асфальт. Но, по словам жителей, из-за постоянной смены администрации проблема не решается. Успеют ли отремонтировать дорогу к осени, покажет время. В Актау из-за дождей затопило три многоэтажных дома. Вода залила подъезды, квартиры и дошла до подземного паркинга, говорят обеспокоенные жители. Комнаты, по их словам, превратились в настоящие озера. И такая ситуация происходит не впервые, сетуют владельцы. Подробности расскажет Мадина Исюмбаева. Пострадавшие жалуются, что такую печальную картину они наблюдают четыре года подряд. Проживают в этих домах более трехсот человек. Жилье считается элитным, но на деле проблемное, говорят жильцы. Уже который год здесь не могут починить крышу, через которую вода сочится в дом. И водосток не справился с большим потоком, поэтому затопило общие площадки, лифты, паркинг и кладовки. После дождей постоянно топит. Вода с крыши заливает подвал, паркинг. Лифт не работает. Людям, особенно пожилым, сложно подниматься. Если бы нам отремонтировали водосток, проблема бы решилась. В прошлый раз сами делали. Сушили шахту. Все наши вещи гниют в воде. Туда доступа нет. Закрыто. После дождя неужели нельзя открыть паркинг и кладовки? Повезло, что вода не попала в систему электроснабжения, отмечают жильцы. А ведь могло привести к непоправимым последствиям. Парковку жители арендуют, но она, по их словам, постоянно закрыта. Собравшиеся пожаловались на объединение собственников имущества. За год, говорят они, никакой положительной работы не заметили. До этого жители сами собирали средства, нанимали рабочих и пытались устранить проблемы. Деньги, которые поступают на счёт, идут на коммунальные расходы дома. Их не хватает на капитальный ремонт. Нужна большая сумма. Первая проблема – насосная подстанция. Её бы отремонтировать, к примеру, если в доме три резервуара, два из них не работают. Но дырявая. Если бы компания застройщика починила, мы бы приняли на баланс. Пусть отремонтируют крышу и насосы, подающие питьевую воду. В компании застройщика комментировать что-либо отказались. Не сумев прийти к решению, представители ОСИ подали на них в суд. Пик паводка на этой неделе ожидается в Атараусской области. Между тем, новые стихийные бедствия могут настичь страну. В Алматы мошенники обманом отобрали у пенсионера единственное жильё. Судоисполнители выселяют старца. Как так вышло? Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. Пик паводка на реке Жаик ожидают на этой неделе в Атараусской области. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра Канад Бузумбаев. На сегодня режим ЧАЭС продолжает действовать в восьми регионах страны. Вода сошла ещё не везде, а в Кабмине уже готовятся к новым стихийным вызовам. Начинается пожароопасный период. Далее Насипова расскажет под детальнее. В Атараусской области ждут пика подъёма реки Жаик в ближайшие дни. В Актюбинской области без транспортного сообщения находятся два села. Оценить полный ущерб от паводка чиновники не могут. Говорят, что вода ещё не везде сошла. И посчитать убытки пока невозможно. В некоторых есть наследственных пунктах, где ещё вода не ушла. Там ещё два работа не начатые. Поэтому нам надо будет подождать. Ущербом занимаются Акиматы, Министерство промышленной и строительства. То, что касается жилья. Поэтому здесь конкретную сумму на сегодняшний день называть ещё рано. Если в некоторых областях жители ещё не успели просушить дома и участки, перед правительством стоит новый вызов. Не за горами пожароопасный период. После прошлогодней трагедии, унёсшей жизни сотрудников резервата семей Уормануа, в правительстве заговорили о необходимости устанавливать систему раннего обнаружения пожаров в лесных фондах. Их обещают внедрить в Акмолинской, Кустанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Североказахстанской и Карагандинской областях к 2025 году. По словам министра экологии и природных ресурсов, к борьбе с лесными пожарами в этом году готовы далеко не все. Проверка показала слабую готовность лесных учреждений Павлодарской, Акмолинской, Кустанайской и Жамбылской областей и резервата семей Урмане. Основными причинами низких оценок состояния готовности стало отсутствие лесных пожарных станций, недостаточная укомплектованность пожарными машинами, радиостанциями, тракторами и шансовым инструментом. Острой проблемой остаётся также нехватка численности личного состава лесной охраны. Основной болевой точкой лесничеств Казахстана можно назвать технику, а точнее её отсутствие. 72% используемых сегодня машин необходимо списывать. А некоторые сотрудники после прошлогодних громких заявлений о поднятии заработных плат до сих пор не дождались надбавок. Даля Насипова, Данья Румарда, Астан, Темирбекула, телеканал Алматы, Астана. Сто новых домов построят в Североказахстанской области за счёт средств, выделенных из фонда «Казахстан-Халкна» и пожертвований крупнейших энергетических корпораций страны. Модернизированные жилища подарят жителям наиболее пострадавших домов в регионе. К слову, соответствующий меморандум о старте масштабного проекта стороны уже подписали. Подробности у Нургуль Алиной. Представители фонда «Казахстан-Халкна» и руководство одного из крупнейших холдингов страны прибыли в регион с целью подписать важнейший меморандум о строительстве сразу 100 жилых домов для пострадавших. Делегация также посетила штаб, организованный для жителей района имени Мусрепова в микрорайоне Подгоран. Здесь сейчас активно ведутся работы по ремонту 18 из 200 подтопленных жилых домов. Собственники не соглашаются на ремонт, то есть им будут предоставлены компенсации. Ну, именно по сметному расчету. Сметный расчет делают у нас специалисты, которые закреплены компанией. Все туда входит именно сметный расчет. И просушка, и обработка, и замена. Бригады закреплены за каждым районом области. В Кожевином поселке задействованы группы Исильского, Шалак-Ина, Жамбылского районов. А в микрорайоне «Солнечный-2» уже в начале июня планируют завершить строительство 100 домов. Финансирование осуществляется за счет средств, выделенных из фонда «Казахстан-Халкна». 80 квадратных метров. Помимо этого, значит, будет инженерная коммуникация. То есть на сегодняшний день уже 100% подведена вода и подводится канализация. Просторные и уютные дома подарят жителям, чьи жилища больше всего пострадали от паводка. Ожидается, что новое селье они смогут отметить в начале лета. Проект, ну, такой очень хороший, качественный. Я думаю, жильцы, все, которые получат эти квартиры, будут довольны, поскольку и здесь усиленные фундаменты, и хорошие материалы, утепление, четырехскатная крыша, да. Ну, и теплые, и удобные, и красивые дома будут построены. Стоит отметить, что в микрорайоне «Солнечный-2» планируется построить 500 домов по трем утвержденным проектам. 100 из этих домов уже начали возводить благодаря поддержке крупнейшей казахстанской корпорации. Как вы знаете, мы на ликвидацию последствий паводка выделили порядка 40 миллиардов тенге на область североказахстанскую. Значит, в рамках технического исполнения наших обязательств, из 500 домов, которые строятся в Солнечном, как вы знаете, 100 домов строят Казахстан Халкана напрямую, 100 домов будут финансироваться казахмусом. В рамках меморандума корпорация также перечислит 2,4 миллиарда тенге в качестве благотворительной помощи в фонд Казахстан Халкана, который, в свою очередь, выступит с заказчиком перед подрядными организациями после завершения строительства 100 домов. Почти 80 миллионов тенге планируют потратить на реконструкцию пострадавшего во время паводков на обережной в Ак-Тубе. В рамках проекта планируется заменить тротуарную плитку и металлические ограждения вдоль канала, по которому протекает река Создинка. Напомню, ранее ледяной затор спровоцировал в этом квадрате сильнейшее наводнение. Канал переполнился и под воду ушла вся набережная по улице Маншук-Маметовой. Затопило триатлон-парк, детские игровые зоны и воркаут-площадки. Из-за перелива талых вод через автомобильный мост пришлось перекрыть движение. Потоп также пореализовал работу общественного транспорта. Несколько дней коммунальные службы боролись со стихией. Отмечается, что всего планируется демонтировать полтора километра ограждения и около тысячи квадратных метров плитки. Благоустройство набережной начнется, как только определится подрядчик ремонтных работ. Дефектные работы это восстановить ограждение, это по новой будет ограждение опять делаться, переукладка тротуарной брусчатки, а также новая брусчатка будет укладываться и плитки будут, замена плиток на откосах реки устанавливаться. На данный момент производятся, а также работы по заключению договорных обязательств подрядной организации. Договорные обязательства будут заключены примерно к концу данной недели. В Алматы пенсионер пытался поджечь свой дом, заявив, что стал жертвой мошенничества и лишился единственного жилья. Пожилой мужчина утверждает, что злоумышленники обманули его, отправив к подставному нотариусу для совершения имущественной сделки. Теперь приставы пытаются выселить его из дома. Подробности жилищного скандала у Рустама Арабаева. В одночасье лишился жилья, став жертвой большого обмана. Абдуалит Ухтаниязов с болью в голосе признается, что злоумышленники воспользовались его неграмотностью и отобрали единственное жилье – частный дом. По словам пенсионера, на днях судебные исполнители приходили и просили освободить недвижимость. Эти кадры сняли очевидцы. Упаковали всё, что было в доме. Сказали, что всё вынесут. Я не смог этого вытерпеть и решил покончить с собой. Они скрываются от меня. Ходят от дома неподалёку. Адвокаты пенсионера полагают, что злоумышленники давно вели за ним наблюдение. По их мнению, к этому делу могла быть причастна его гражданская супруга. По словам мужчины, ему сказали, что она получила огромное наследство, но чтобы забрать его, жительница якобы должна иметь жильё в собственности. Так пенсионера и убедили переписать квартиру на чужое имя. О наследстве в размере 385 тысяч долларов ему сообщили, показав выписку, распечатанную на компьютере. На самом деле это не настоящие деньги. 66-летний пенсионер признаётся, что аферисты перевели имущество на своё имя и таким образом собирались отобрать дом. Теперь он боится, что останется на улице. Самое страшное, что эти люди заставили написать его расписку о получении 55 миллионов тенге. Мужчина и сам не понял, как всё произошло. Адвокаты считают, мошенничество совершено в группе лиц. Они вынудили его написать расписку. Ему сказали, вы пенсионер, поэтому ваш дом банк возьмёт под залог и выдаст необходимую сумму на руки. Вы их нам отдадите, а мы вам купим дом. Дело сейчас рассматривают в Алатауском районном суде. Там считают, если при составлении договора имеются ошибки, то пожилого мужчину не имеют права выселять из дома. Однако пока все доказательства не в пользу ИСЦА. А потому судоисполнители намерены выселить жильца из дома в ближайшее время. А что мне остаётся делать? Решил я всё поджечь. Я подготовился. А куда мне идти? На улицу. За спинами этих мошенников числятся 32 эпизода. Здесь всё имеется. Они погубили 32 семьи. Я являюсь 33-м. По словам потерпевшего, ему даже приходили угрозы от неизвестных людей с требованиями отозвать заявление. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Назначены экспертизы. И проводятся соответствующие следственные мероприятия. Теперь судьбу пожилого мужчины будет решать суд. Пенсионер надеется, что правоохранители смогут доказать факт мошенничества и восстановить справедливость. Рустам Араубаев, Диас Махамбетов, Алибек Шантимыров, Сагангалим Монайтпасов, телеканал Алматы. Олимпийскую форму для сборной Казахстана будут шить на деньги спонсоров. Об этом на брифинге в правительстве рассказал министр туризма и спорта Эрмек Маржикпаев. По его словам, конкурс для дизайнеров пришлось проводить дважды, так как первый раз откликнулись только шесть человек, и их эскизы не понравились комиссии. На втором этапе участие приняли уже 15 дизайнеров, из которых смогли отобрать победителя. По словам чиновника, костюмы должны быть готовы к концу июня. В Ханжоу там были все средства бюджетные. Здесь все средства будут наши спонсоры. Это люди, болеющие за нашу команду. Вот они решили оказать такое нам содействие. Туристам в Казахстане будут выдавать кнопки СОС. В профильном министерстве планируют раздавать их любителям отдохнуть в горах и полюбоваться красотами природы. По словам министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, сейчас идут переговоры с тремя отечественными компаниями, которые будут разрабатывать СОС-кнопки. Планируется, что поставщик изготовит 5000 гаджетов, которые будут работать в местах, где нет интернета. Сигнал будет подаваться через спутник. Если говорить о кнопке СОС, она будет работать там, где нет интернета. Наш отечественный разработчик, их несколько, мы сейчас работаем с ними очень тесно. Там бюджетных средств не будет. Вот примерно как часы. Мы будем нажимать, если будет какая-то проблема, через спутник будет подавать сигнал, что случилось, какая-то чрезвычайная ситуация, надо помочь. Продолжение следует... На этом наш выпуск завершен. Я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. Всего доброго, до встречи в эфире.